Столица Чувашии выбирают почетного гражданина города Чебоксары. Впервые этим званием удостоили космонавта Андриана Николаева 33 года назад. С тех пор в канун празднования Дня города называют имя человека, который внес особый вклад в развитие столицы. Тридея нынешних кандидатов есть и ветеран Великой Отечественной войны Алексей Яковлев. За освобождение Праги, за взятие Будапешта, за победу над Японией. По этим медалям можно проследить путь, которым прошел Алексей Алексеевич Яковлев. Война для него началась еще в 1939 году. Тогда он, будучи 20-летним парнишкой, освобождал Западную Украину от поляков. В 1940-м воевал с финнами. В составе танковой бригады защищал Сталинград. В одном из неравных боев ликвидировал группировку немецких и румынских войск. За это получил первый орден Красной Звезды. Пробили со стороны Волги брешь у немцев. И давай. Сзади подходили туда. А сзади были, конечно, укрепления. Не было. И давай уничтожать. Немцам никак нельзя. Танки развернуть. Потому что дулы были сделаны для долдыры в нашу сторону. И вот эти танки в количестве 32 не могли двигаться. Второй орден за взятие военной базы под Сталинградом. В 1945-м война для него не закончилась. Советские войска перебросили на Дальний Восток для ликвидации Квантунской армии японцев. С войны вернулся с 29 наградами, четырьмя ранениями и двумя контузиями. После получил образование педагога и пчеловода. Работал учителем в сельской школе. На месте не сидел даже после выхода на пенсию. Сейчас в свои 97 ведет активную общественную жизнь. Он постоянно участник автопробегов для ветеранов. Алексей Алексеевич для меня действительно является источником вдохновения к любви к родине, к любви к старшим. Я подтягиваю это все, наших ребят, наших членов ассоциации. Все желающие приезжают на мероприятия, имеют возможность общаться с Алексеем Алексеевичем. Алексей Алексеевич часто читает лекции в университетах и школах Чебоксар. 40-я средняя школа уже 8 лет находится под его шефством. У меня там боевой путь весь, это написано, тут видали, наверное, или нет, боевой путь, там тоже организовано. Кое-какие вещи там есть для показа. Взять хотя бы учеников. Это замечательно, ученики растут, студенты будущие. Соседством с таким человеком гордятся все жители микрорайона. И когда услышали про проводимый конкурс, в выборе кандидата все были единодушны. Он постоянно в движении, постоянно ведет какую-то патриотическую работу. Постоянно принимает участие в беседах на тех или иных мероприятиях, посвященном событиям Великой Отечественной войны. Он является, как бы сказать, эталоном подражения нашему сегодняшнему поколению. Выбирать почетного гражданина будут депутаты Чебоксарского городского собрания. При этом учтут и народное мнение. На сайте столичной администрации открыто голосование.